Книга «Открытым оком», 7-й том, вопрос, 1802, тема «Жития». Издают маленькие книжечки с избранными житиями. Почему всегда издаются только одни и те же жития? Их не более 50. Это издатели нам облегчают возможность приобрести их? Или остальные не столь необходимы нам? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если бы издавали пусть и неполные жития, но Сирии, то есть всеохватно, тогда это предположение можно было бы принять. Но выбрасывают из житий чрезвычайно тенденциозно, убирая то, что может натолкнуть на определенные размышления. Жития безжалостно стилизуют, кастрируются совершенно определенной целью. Приукрасить, показать монашество в героическом, возвышенном виде, в золотосияющей патетике. Ни жития Иерона, ни Феодота, ни других нестандартных героев веры не издают в отдельном виде. И в честь их вы не встретите храмов. Нет среди нас и людей с такими именами. Хорошо знают Александра Невского, Сергия Радонежского, про новых Матронушек и про юродивых. Причина только в том, что на Руси, судя по житиям, никогда не заводилась вера евангельская. Но афонская, пышно-византийская в богослужениях. На русскую землю пришла не проповедь евангельская, а уставное богослужение и требы. На том и простояли более тысячи лет. Прочтите несколько раз вот эти два изречения апостола Павла, Галатам 2,14. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Филиппийцам 1,27. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду услышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Эти сверх крамольные Павловы речи как-то проникли же на Русь, и они более тысячи лет почти никому не потребовались. Так и остались в засургученном виде горевать на полочках у архиереев и у грамотных городских батюшек. Поступать прямо по истине евангельской «Найдите мне хотя бы одного такого священника, который бы ратовал за это, чтобы он старался каждый стих деяний апостолов воплотить в своем приходе». Возможно ли такое? И мог ли апостол Павел просить русских людей жить достойно благовествования Христова? Если этого благовествования Христова не было? Нет и не предвидится. Согласно научения Батюшкиного, согласно кургузых житий, которые столетиями кромсала пещерная мысль отшельника, это еще найдете. Но за веру евангельскую подвязаться, бороться, что кромольнее этого можно сегодня придумать? Вера храмовая, вера иноческая, с их вычурными подстать театральным подвигами, переодеваниями в мужскую одежду женщин, блужданиями по островам и горам тысяч монахов. Это на слуху. Родившись в такой среде неевангельской, став иноком и епископом, он всякое отклонение от этого трафарета мышления заранее объявляет неправославным, видит в этом посягательство на веру своих предков. И потому жития святых, чей жизненный путь прошел под лучезарным светом Евангелия, кто жил по-первоапостольски, они мешают и их лучше скрыть. Потому такие одиозные жития нам и подкладывают. В полных житиях, в древних иноческих уставах найти можно много интересного, кричащего неевангельского, что противно и здравому смыслу, а не только православному слуху.